Привет, Ростов! Пришло время подводить итоги недели в соцсетях. И я, Екатерина Черсина, готова рассказать вам самые обсуждаемые и интересные новости, которые восхитили, удивили и рассмешили ростовчан. Ну, начнем по порядку. Сельская идиллия попала в сеть. Парень с ямайской внешностью играет какую-то неземную музыку на загадочном инструменте, и его внимательно слушают коровы. Понять, как они воспринимают артиста, восторженно или враждебно, сложно. Кажется, после концерта они могут завалить его полевыми цветами и с таким же успехом поднять на рога. В любом случае, удои после такой терапии должны вырасти, а телята родятся талантливыми. Двое бойбаков дерутся, третий водитель не мешай. Да и вообще, трассу лучше перекрыть от греха подальше. Что эти сурки явно не донские и не поделили, автор видео не уточняет. Но бились они увлеченно, не замечая движения железных животных. И только один водитель смог крикнуть брейк, буквально ошарашив боксеров. И где это мы? Рыжий кот вышел на одиночный пикет против собачьего произвола. Его требование запретить выгул собак в месте, где гулять хочется ему. Подписчики восхитились отвагой пушистого и добавили, что митинг не санкционированный. Надо было сначала обратиться в администрацию. Один ростовчанин в Ливенцовском не выдержал и нарядил елочку. Но удивило это далеко не всех. Тут же нашлось объяснение. Раньше на Руси Новый год встречали 1 сентября. Так что это не что иное, как дань традициям. Комментаторы пошли дальше и предложили оставлять елки наряженными круглогодично. А что, праздновали еще и 1 марта? Каждый раз новую елку ставить что ли? Древний русич готовится к празднику, не мешайте, подытожил русич современный. Если едешь на машине по трассе и вдруг видишь подошедшего к проезжей части медведя, не дави страхи на газ. Вот вам пример того, как поступают друзья животных. Видео это, конечно, не Донское, из Хабаровского края, но активно обсуждается и у нас. Было много вопросов, какие успокоительные этот бесстрашный мужчина пьет. Судя по поведению обоих, они давно знакомы. Наверное, часто подкармливает, заметил подписчик. А мы можем только добавить подпись под этими кадрами. Исполнено профессионалом, опасно, не повторять. Испуганный кот пытался спрятаться, видимо, от замучившего его ребенка и нашел единственный выход – стать мебелью. Комментаторы поразились, как кот выдержал взгляд в упор, а кто-то даже предположил, что видео постановочное и в роли кота гениальный актер. Вы когда-нибудь хотели собачку? Героини этого ролика явно ответили бы да, но чтоб не лаяла, не кусалась и всегда с чистыми лапами. Тогда можно и не одну. Шарики-собачарики явно не случайно прыгают по земле. И любители собак, конечно же, в восхищении. А тут внимание подписчиков привлек элемент одежды. Продавец овощей и фруктов на центральном рынке возложил себе на голову капустный лист. Кто-то предположил, что это защитный шлем от магнитных бурь. Другой комментатор просветил – это отличный способ снять головную боль и даже жар. Старый дедовский способ. А нам кажется, это просто реклама – двигатель торговли капустой. Из окна на седьмом этаже полетели вещи. Такую неприятную картину наблюдали жители Северного. Мужчина выбросил телевизор, посуду и в конце собрался отправить в окно холодильник, пишет автор поста. Пострадал припаркованный под злополучным окном автомобиль. Комментаторы, конечно, шокированы. Так ведь можно на голову кому-нибудь? Нашелся и шутник, назвавший процесс генеральной уборкой. Вот так приходишь в магазин за чипсами, а тебе их не дают. И не потому, что нет в ассортименте. Просто кот не хочет. Кот отбивал атаки покупателей лапой и, по мнению комментаторов, делал массу добрых дел. Во-первых, не дал потратить приличную сумму, а во-вторых, съесть не самый полезный продукт. А что, вон картошка на витрине, купили и пожарили, так полезней будет. Подписчик посоветовал везде таких котов разложить, чтоб люди здоровее были. Хозяева решили развеселить пушистого любимца, схватив его игрушечной змеей за хвост. Но шутка не прошла. Кот оказался пугливей, чем они думали, и чуть не разметал квартиру. Многие подписчики сочли ролик не смешным, не поняв, зачем так пугать животное. А один комментатор предупредил, утром проверьте тапки и не говорите, что кот ответил не смешно. И это весь мой улов интернет-новостей на этой неделе. До встречи!